Март 17-го года, то есть, собственно, демократическая революция. Очень много на эту тему написано, но подробности можно в энциклопедии почитать где угодно. Моя задача – ключевые и наиболее спорные моменты – осветить с определенной точки зрения со своей. Началом революции считается 8 марта, который тоже тогда был женским днём, только он был социалистическим женским днём. То есть, день работницы вышли на демонстрацию, соответственно, женщины, но и поскольку шли уже давно за бастовки, в этот день 128 тысяч человек уже бастовало. Это означало, что после разгона 27 февраля, которая была акцией, нифига не успокоилась в столице, поэтому вечером было совещание властей города, и они опять приняли решение подавлять это всё дело войсками. В последующие дни начали применять войска, но город бастовал, они, соответственно, рабочие не работают и пытаются колонны демонстраторов пройти к центру города и там по центральным улицам пройти, продемонстрировать. Войска начали стрелять в эти колонны. Кое-где начала отвечать им, соответственно, толпа. Бросали в них доски, всякие самодельные штуки, ну, что-то могут рабочие сделать, то есть невооружённые. Всё это мирные протесты, просто они носят совсем уже массовый характер, сотни тысяч человек участвуют и подавляются армией. 11 марта начался залповый огонь войсками, по толпам безоружных людей, сотни погибших было. Ну и уже тогда некоторые части стали отказываться стрелять, потому что, ну, явно беспредел идут люди просто с лозунгами, что-то говорят, хлеба просят. Пошли перебои с поставками хлеба и очереди в Петрограде. Ну вот, а их заставляют, соответственно, стрелять. Это при большевиках уже привыкли, что такое регулярно начало происходить. Всё-таки тогда совесть какая-то вроде не была, в общем, начали некоторые части отказываться стрелять. И раньше были восстания в частях, в пятом году, блин, прям массовые восстания в воинских частях. То есть пока ещё была ситуация на уровне такой бунт, довольно большой, но с участием войск, видимо, начинается какая-то революция, всё равно непонятно, чем она закончится, потому что в пятом году тоже что-то такое было, но всё подавили. 11-го числа спикер Думы Радзянко пишет царю, что ситуация в столице очень плохая. Возможно, революция, возможно, захват города восставшими. На что идёт исторический ответ царя. Опять этот толстяк Радзянко пишет мне всякий издор. Это за несколько дней до отречения Николая. То есть непосредственно перед революцией царь всё ещё не верил, что всё серьёзно. Полагал, что Дума ему угрожает, каким-то образом давит, что всё это устроили Гучков с Радзянко. И в ответ на этот как раз телеграмму о предупреждении Радзянко царь принял решение о распуске Думы. То есть он думал, что это депутаты мутят эти все, давайте Думы сейчас распустим, и это всё быдло разойдётся. Но на следующий день восстал Волынский полк. И вот с 12 марта считается, что началось вооружённое восстание. Волынский полк оказался стрелять, расстрелял офицеров своих и присоединился к протестантам. Начались погромы ментовок по всему городу, полицейских участков и тюрем. В том числе из тюрьмы освобождают, наконец, Гвоздёв и других профсоюзных лидеров, которых арестовали в январе. Эти профсоюзные лидеры, поскольку они работали всегда на Гучковой, они призвали немедленно, чтобы все шли к Государственной Думе и оказали поддержку Государственной Думе в её противостоянии с царизмом. То есть они все эти массы протестантов грамотно направили, потому что единственный центр легитимации, то есть единственная другая законная власть, кроме царя. Это была Государственная Дума, и без этого, ну это просто выглядело бы как бунт, если бы Дума не одобрила этого всего. Ну это было бы очередное выступление масс, незаконное совершенно. Значит, 12 марта войска после этого выходят к Думе, а в это время как раз в Думе читают царские указы о распуске Думы. Ну у Милюкова, оказывается, целая армия пришла, так что он отказывается расходиться. Правые депутаты уходят, которые были от правительственных партий. И с тех пор мы их не видим. То есть они подчинились приказу о распуске Думы, и больше после этого им платить было некому, и мы никаких черносотинцев дальше во всех этих событиях вообще не заметим, потому что всё финансирование кончилось, правительственная партия разбежалась. Либеральные левые фракции Думы остались, в основном либеральные, как мы по составу видели, и они формируют ВКГД, Временный комитет Государственной Думы, который, собственно, берёт на себя руководство восстанием. Там было широко представлено разные партии, от Керенского до Шульгина, то есть часть даже достаточно правых, типа Шульгина, они согласились сотрудничать, потому что всё равно они были, так сказать, за демократию, хоть и за монархизм. То есть ВКГД был достаточно широким по партийной принадлежности с лидерством там октябристов, то есть Радзянко, Кучкова и Милюков их поддерживал в принципе на этот момент. То есть вот этот блок либералов лидировал ВКГД, хотя ходили и другие партии. И вот для поддержки всего этого среди рабочих, Гвоздёв и его команда и ряд социалистических депутатов Думы, немногочисленных, там буквально через 10 их было, создают Петросовет. То есть первоначально это было что-то типа пиар-отдела при ВКГД, то есть ВКГД руководит восстанием, а Петросовет доносит эти все идеи до рабочих, поскольку там левые сидят. То есть позднее большевики рассказывали, что якобы революцию ввел Петросовет, потом отдал клады революции Думе, это все полный бред, потому что революцию реально ввела Дума, просоюзные левые лидеры, они могли только призывать рабочих, чтобы они вместо погромов, магазинов и ментовок, чтобы они какую-то деятельность легитимирующую новую власть ввели, то есть организовывали новое правительство, если уж царство их не устраивает. Вечером 12 марта ВКГД официально объявляется верховной властью в стране и начинают уже обсуждать состав Временного правительства. Вот примерно 12-13 числа идут бои в Петрограде, к концу 13 марта последние царские войска капитулируют. Отдельные группы полицейских продолжают сопротивляться, им перед восстанием выдали пулеметы, они представляли серьезную опасность для мирных жителей. Они в подвалах вставили эти пулеметные точки и стреляли беспорядочно по людям. Подавлением пулеметных точек занимается писатель Шкловский, позднее известный в главе отряда броневиков. В этих боях с полицейскими он потерял товарища и по его воспоминаниям бои серьезные были. Поддерживала естественных населения, поскольку эти все банды царистов и ментов уже просто мстили людям, просто стреляли по всем на свете. Все это время 12-13 царь пытается собрать войска с фронта для подавления восстания, это у него не получается. Какую-то кратную экспедицию отправила, она не дошла, там уже все железные дороги поддерживали в оставших. Вот днем как раз 13 марта от имени Думы берут под контроль оставшие в Министерстве путей сообщения, отправляют везде телеграммы о том, что в стране революция и надо подчиняться новому правительству КГД. Царю отправляют телеграмму с прежним своим требованием, чтобы он сформировал правительство, ответственное министерство правительства, которое бы формировало парламент, которое бы перед ним отвечало. То есть то же требование, которое у них было и в декабре 16-го года, и весь 16-й год. 14 марта, на следующий день под контроль ВАГД переходит Кронштадт и Москва. Царь в это время сначала пытался прорваться на поездах к царскому селу, к семье, потом это не получилось, потом он попал в Обсков, где было командование Северного фронта, там он находится и все еще не знает, то ли ему конституционной монархии переходить, то ли нет. Вечером 14 марта обсуждают с генералом, говорят, что он не понимает, что такое конституционная монархия, как это он будет править, но будет управлять парламент и все такое прочее. То есть вечером 14 марта уже Москва в руках восставших, а Николай все еще пытается самодержавную монархию сохранить. 15 марта в Петрограде принимаются два важных документа, это программа МОГД. И приказ номер один. Программа МОГД, то есть программа будущего временного правительства, она включала полную амнистию, введение демократических свобод, полное, социк учредительного собрания, замена полиции и народной милиции. Так, полиция воевала на стороне царизма, начали ее реорганизовать, но часть кадров старой полиции не принимали в народную милицию. Просто суть в том, что милиция подчинялась местным органам власти, а МВД царская, она была централизована. Вот приказ номер один, это уже пошли негативные тенденции, то есть приказ номер один, это первая попытка Петросовета бороться за власть. То есть Петросовет этим приказом требовал подчинения себе Петроградского гарнизона, хотя никаких оснований не имели. В ГГД это орган законный, это часть Думы, он выбран был руководителями домских фракций. А Петросовет это общественная организация, она не имеет права управлять войсками. Более того, они там только собрались, это просто какая-то инициативная группа, никаких еще выборов этот совет даже не проводил, даже среди рабочих или солдат. Просто какая-то группа собралась из леваков, из правосоюзных деятелей, каких-то непонятно подошедших туда людей, и они уже требуют, что они будут управлять всеми войсками всего гарнизона. Кроме этого, приказом предписывалось создать выбранный комитет из представителей нижних чинов во всех воинских частях. И самый главный пункт в приказе номер один был третий, то есть по всех политических выступлениях воинские части подчинялись не офицерам, а вот этим самым солдатским комитетам и советам. Комитеты все эти были, это зло было страшное в 17-м году, они только снижали боеспособность армии, и в общем в этой точке левота уже свое вредительство начала, которое погубило революцию. Но пока это не очень заметно, потому что пока основная целью всех царизм, что там уже леваки начали свои интриги, особенно люди еще не видят. В ночь на 16 марта Радзянка требует от Николая уже не ответственное министерство, а отречься от престола, так как фактически Радзянка уже страну контролирует. И это поддерживает командующий фронтами, то есть Николай опрашивает командующих фронтов, они все говорят, что они не могут воевать против Германии и Москвы с Петербургом одновременно. Вот в этой точке обвиняют черносотницы и следующие их идеи путинисты обвиняют в предательстве командующих фронтов, так как они поддержали фактически отречение Николая. Но они писали чистую правду. Как уже в этих клипах ранее говорилось, в этой серии, в России и так снабжение фронта ужасное, и это основное узкое место России. А революционеры захватили базы снабжения, то есть против своих баз снабжения они воевать не могут. Чем они будут там пальцем воевать, если в Москве захватили все склады с оружием, все склады с патронами и так далее. В принципе, Ричард Пайс, он еще пишет, что в этой точке, 16 марта, Николай мог заключить, допустим, мир с немцами и бросить все войска с фронта на подавление революции. Войска с фронта еще были не захвачены революционной пропагандой, могли бы эту функцию выполнить. Но я думаю, что вот это все моментально сделать нереально. Вот это все сразу, 16 марта, за несколько часов заключить с немцами мир. События очень быстро развивались, революционеры очень быстро захватывали основные все точки в тылу. Кроме того, если бы вот это все началось, хотя бы, того КГД бы тогда уже Николай прямо объявил предателем Родины. Он, в общем, был тиран, расстреливал тут демонстрации недавно, да еще и сдался немцам. В общем, я думаю, что план тоже нереальный для Николая 16 марта заключить мир с немцами и воевать с Питером. В результате, значит, поздно ночью 16 марта царь отрекается от престола в пользу своего брата Михаила. То есть это старый план либералов, а передача престола Михаила реализуется. Утром 16 марта начинается обсуждение уже ситуации с Михаилом, то есть с ним приходит в основном во весь ВКГД. На этой исторической встрече Керенский и Михаилу угрожают. Говорят, что народ настроен против монархии таковой и требуют, чтобы Михаил отрекся в пользу учредительного собрания. При этом Милюков понимает, что нужна сейчас какая-то сила, которая обо левых уравновесила, выступает за сохранение монархии. И правильно делает, потому что в дальнейшем события показали, что Милюков был совершенно прав. Без какого-то центра власти, который противостоял Левоте, которая немедленно охренела, нельзя было сохранить баланс в стране. Михаил совещается со Львовым, руководителем Временного правительства. Значит, царь Николай, с одним из последних указов, утвердил состав Временного правительства, который им предложила Дума. Значит, вот Михаил совещается со Львовым и Родзянко, спрашивает, есть ли гарантия его безопасности, если он станет царем. Те говорят, что гарантий у них никаких, но тоже они правду говорят, тоже обвиняют в заговоре каком-то. Они говорят правду, они тоже сами себе не могут ничего гарантировать, потому что идет революция, идет какая-то резкая перемена какие-то, они политики вседействующие, их самих могут расстрелять, и многих потом расстреляют из этих лидеров белых будущих. То есть это не является давлением каким-то, он их спросил о ситуации, они ему честно ответили о ситуации, что ситуация сложная, они не понимают сами, чему все это приведет. Значит, в результате Михаил трусит фактически, отрекается в пользу учредительного собрания, то есть будет собрано учредительное собрание, оно решит, какая будет власть в России. До созыва учредилки вся полнота власти принадлежит Временному правительству. И законодательная власть, и исполнительная власть, вообще функции царя передали полностью вот этому комитету Думы. Первый состав Временного правительства был вполне законным, потому что его утверждал комитет Думы, и на него согласился царь. Это значит, что обе ветви тогдашней власти под этим подписались, то есть полностью законное правительство. Сколько бы сейчас всякие враги демократии по этому поводу не испожнялись. В то же время в документах, которые утвердили состав и функции Временного правительства, нигде не фигурирует, что можно менять состав. Позднее леваки всякими разными способами оттуда выдавливали всех, кто не нравится Керенскому, и в конце из этого состава остался один Керенский. Вот эта ситуация уже подрывает его легитимность, потому что поменяли состав. Кроме того, это было переходное правительство, то есть его задача была созвать как можно быстрее учредительное собрание. В то же время созыв учредительного собрания затягивался, и скоро мы увидим, чьих это все было интересах. В итоге это все было интересов, конечно, большевиков, но реально, конечно, сначала пытались этим всем воспользоваться эсэрами. Тем, что главная центральная власть временно оказалась в своих руках. Ну, дальше, как события развивались, 17 марта создали Следственную комиссию по расследованию преступлений министров царского режима, которые в основном все в тюрьме уже сидели к тому времени. 20 марта арестовали царя. 16 марта вышла Декларация временного правительства. Она практически дублирует этот текст программы ВКГД, который ранее был утвержден. То есть полностью демократические свободы, учредительное собрание, замена полиции и милиции. Были сняты все национальные сословные ограничения, это окончательно 2 апреля было сделано. Упразднена любая цензура, то есть Россия в один день стала демократической страной, как Америка. Все преследования национальности прекратились, все цензурные ограничения, все ограничения на митинги и демонстрации, все на свете. В стране настроение было эйфорическое, люди свободу получили, но политические власти, они приготовились к борьбе за власть, которая скоро им последует.